Путешествие начинается и я хочу вас отвезти по очень красивым местам, так что смотрите видео до конца и жду ваших комментариев. Добро пожаловать в Гланд. И конечно же я не могла пройти мемах, обдолгу газина, корейской косметики, китайской косметики. Ладно, пошли посмотрим, насколько нам это нужно или не нужно. Расскажу все право. Пошли. Ну что, рассказ про кокосовая масса. Кокосовая масса 100% холодного отжима, походит как для ухода за волосами, за кожей и так далее. И походит для приготовления пищи без запаха, без холестерина. А какой лучше брать? Рафинированный или не рафинированный? Холодного отжима, короче, вот это вот берем белое. У нас оно, конечно, твердеет. А вот смотри, какой литр. Адр, хорошо? Тоже? А как ты определяешь? Тут тоже холодного отжима. Цвет белый и желтый. Вот, смотрите. Прикольно. А, Руслан, неужели столько есть улиток, чтобы можно было столько нацидеть из маленьких улиток, столько крема нацидеть? Hello. Ну ладно, ты сейчас смеешься? Сами посудите, друзья мои. 200 бат стоит сывороткой из черной икры осетра. Умножьте, пожалуйста. 200 бат это сколько долларов? Это 400 рублей российских из черной икры, да? Ну, отлично. Просто в России это будет стоить 4 тысячи, я так думаю. Вот так выглядит прекрасный магазин тайской косметики. Покупать или нет, это решать вам. Но качество оставляет желать лучшего в любом случае. Если вы хотите себе привезти сувенир на долгую память, то very wrong. Но если вы все-таки хотите заботиться о естественной красоте и использовать натуральную косметику, то я пас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!